После дождей у нас дом весь туда почему-то скатывается. И вот посмотрите, как это получается. Вот я кладу мяч, вот он даже не подтолкнул, а он сам покатился. Дом номер 46 по улице Пирогова, в котором живет Нина Гусева, возвели еще в 37-м году. Здесь временно должны были проживать те, кто приехал в Сорой Курорт. С тех пор здесь сыграли уже не одну свадьбу, семи разрослись, появились дети. А вот сам деревянный дом совсем обвешал. Пройдемте сюда, пожалуйста. Это у нас кухня. Сделали несколько раз ремонт, и все равно ничего не держит, все разваливается. В 83-м барак, по словам жильцов, признали аварийным. Тогда и пообещали, что скоро дадут новые квартиры. Даже показали место, где будет этот дом. Потом перестройка, кризис. Вновь к жилищному вопросу власти вернулись лишь спустя 30 лет. Данный дом признан непригодным, и, соответственно, включен адресную программу вот этого 13-го года. Значит, до 1 ноября 2013 года мы вам должны представить благоустроенное жилье. Долгожданное переселение жителей этого барака стало возможным благодаря 185-му федеральному закону. В его рамках до конца года, по планам администрации, около 800 человек получат благоустроенные квартиры. Ту задачу, которую я перед вами ставлю, это переселить 261 семью, которые сегодня живут в бараках в аварийном фонде. Это необходимо сделать до ноября месяца. Люди не могут жить в таких условиях, в каких они жили. Вот мы сегодня обсуждали с вами тему о том, что 100 миллионов нам даст губернатор края. И, имея деньги от фонда реформирования ЖКХ, имея деньги бюджета города, мы должны приобрести для этих семей, которые проживают в аварийном фонде, достойное жилье. На покупку нового жилья для переселенцев дополнительно к федеральным деньгам из краевого бюджета выделят 100 миллионов рублей. И еще 50 миллионов потратят из городской казны. Новые квартиры сочинцы получат в тех районах, в которых они проживают сейчас. Что касается площади жилья, то, как утверждают в администрации, все будет в рамках закона. То есть, сколько есть по документам, столько и получат в новом доме, но не менее 33 квадратных метров. И еще, как заверили в администрации, все, кто стоял в так называемых льготных очередях на улучшение жилищных условий, при переселении не теряют свое право на участие в других программах. Например, многодетные семьи смогут по-прежнему рассчитывать на расширение жилплощади и после переселения из ветхих домов. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.